Два месяца стояла Тулу, два месяца в огне была, врага встречала оружейным Тулу и до победы бой вела. Один из немногих городов-героев, который отбил все атаки немецких войск и остался непокоренным. В теруправлении Ершовская в рамках восьмого этапа эстафеты «Салют Победе» вспомнили о событиях Великой Отечественной войны, связанных с героической Тулой. Боевые действия здесь на территории длились в 41-м году считанные недели, но огромное количество разрушений и горя те события принесли на эту землю. И огромное количество у нас проживало ветеранов, тружеников тыла. С каждым годом их становится, к сожалению, все меньше и меньше, и низкий им поклон. В честь защитников Родины звучат патриотические песни. Им посвятили свои выступления воспитанники детских коллективов. И зрители будто переносятся в далекие сороковые. В окрестностях Ершова проходила линия обороны Москвы. Враг захватил Ершова 2 декабря 41-го года. Всего за неделю с небольшим нанес страшный урон. В каждой 5 земли палит здесь кровь наших солдат. Это была оборона Москвы. Это были зашесточающие бои за Москву. Москву отстояли. И здесь нет даже храма Терриорешевского поселения, в котором сожгли просто мир населения и наших красноармейцев. Он восстановлен. Красиво и хорошо сделано. Он напоминает о подвиге советских солдат и о том, что мир – это самая большая ценность для каждого из нас. Самое дорогое на этой земле – это, конечно, мир. Мир во всем мире. И этот мир отстояли наши деды, наши отцы. И мы не должны забывать эти мгновения, эти страшные события. Символы восьмого этапа эстафеты «Салют Победе», копия знамени Победы, револьвер системы «Наган» и фронтовые письма торжественно переданы в Чесцовское. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».